Светлана Станцлер победитель конкурса «Учитель года 2018». Она на собственном опыте испытала все трудности этапов состязания профессионального мастерства. Секрет лауреата прост – никогда не отступать, идти только вперед и верить в свои силы. Мне очень приятно сегодня присутствовать на этом открытии, потому что я как человек, который прошел все этапы этого конкурса, понимаю, насколько это трепетно и волнительно встать на этот путь, отважиться, встать на этот путь. И, безусловно, конкурс очень обогащает методический арсенал педагога, сближает нас, учителей Денцовского района и помогает развивать свои педагогические и профессиональные компетенции. За последние годы состав участников существенно помолодел. Кстати, от предметников не отстают и учителя физкультуры, и ОБЖ. В этом году сразу несколько специалистов будут бороться за выход в финал. В последние пять лет очень активно принимают участие в этом конкурсе. У нас есть победитель конкурса, есть два призера, также учителя ОБЖ тоже начали принимать участие в этом конкурсе. И все выбиваются в призеры. Поэтому я надеюсь, что и в этом году у нас достаточно сильный состав, три опытных педагога, которые, я думаю, поборются за призовые места и в этом году. На протяжении всего конкурса «Учитель года» большую помощь и поддержку участникам оказывают специалисты Учебно-методического центра развития образования. Их задача – выявить самого сильнейшего, того, кто в будущем будет представлять муниципалитет на областном, а возможно и всероссийском уровне. Здесь происходит обмен опытом, но также я обязательно хочу упомянуть и методистов Учебно-методического центра, которые готовят программы, по которым наши будущие конкурсанты поэтапно готовятся к каждому туру испытаний. Поэтому та работа, которая остается за кадром, которая настолько не афишируется, она очень кропотлива, она очень важна. Поэтому мой коллектив, я так думаю, достойно проведет эту работу для того, чтобы у нас в районе был победитель. Пятый район и слет педагогов-победителей, лауреатов профессиональных конкурсов и участников прошел на базе Одинцовской школы номер 17. Здесь состоялись не только мастер-классы, но и открытые уроки. Мы очень рады, что наша школа принимает таких почетных гостей. Это и конкурсантов, и победителей, и призеров наших профессиональных конкурсов. И, конечно, мы предоставили всю возможность, чтобы нашим конкурсантам было комфортно в нашей школе. Конкурсанты с трудом скрывают волнение. Им еще только предстоит представлять свои педагогические разработки. А пока есть время перенять опыт тех, кто уже прошел этот путь. С каждым годом все меняется. Меняются технологии, методы. Это же интересно. Мне хочется, чтобы наши дети, когда вышли из школы, они не растерялись в этом мире. Чтобы они выросли критическими людьми, прежде всего, и амбициозными немножко. И при этом могли спокойно разобраться в политике, в экономике, во всем, во всех сферах жизни. Поэтому, как учитель начальной школы, это учитель, прежде всего, универсал, который владеет разными предметами. И толчок, наверное, дает как раз учитель начальной школы, для того, чтобы дети не потерялись в этой жизни. Конкурс «Учитель года-2019» будет проходить на протяжении нескольких месяцев. Имя победителя мы узнаем только в феврале. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.